работаем можете на камеру представиться для титров чтобы правильно записать я сергей синельника организатор и капитана это владея проекта пилигрим что значит что в себя выбирает проект пилигрим это странствие на ладе изначально планировали построить копию поморской ладе беломорской ладе поморской кочи ну потом нашли стали опираться взялись взяли за основу чертежи поморской ладе преподобные зосимы которые ладья которая ходила из славянских островов до архангельская курсировала это кажется это конец 18 века чертежи единственно сохранились конечно это нельзя сказать что это точная копия ладья на которой сейчас мы сидим общаемся это не точная копия ладе поморской ладе вообще в наше время я почему поясню наше время двадцать первом веке невозможно создать точную корабль скажем там 18 19 века и там 17 неважно можно но это очень сложно этот очень это трудоемко это на много лет потому что это надо топорами тогда работать там где-то пилами сам понимаешь тогда болты нельзя использовать много чего нельзя использовать а у нас все-таки мы 21 веке живем и мы это наша попытка создать копию поморской ладе вот так это будет считать все-таки это новодел давайте будем так говорить есть иногда люди строят какие-то фрегаты по точным чертежам точным чертежам скажем там как штандар строится по чертежам но это тоже копия мы будем считать поморская ладья качмара почему качмара потому что доска внахлёст как видели доска внахлёст клинкерная доска нахлёст бывает в гладь если в гладь это ладья поморская это как бы кочневая ладья потому что у нее кочи строились с кликерной обшивкой доска была у них то вот так внахлёст одна на другую и потом клепались либо сшились раньше вообще называли шить корабль шить лодку шить корабль почему потому что раньше несколько столетий назад да и даже не так давно может быть еще в деревнях где-то на севере россии использовали корень еловый его пропитывать специально смоле бурили от делали отверстия в досках и доски соединяли этими еловыми корнями вот поэтому корабль шили многие не знают чтобы шили вот шили корабль а потом стали клепать уже когда появилась медная клепка стали клепать ну что значит до этого была история нас большая история на на ладья русич ладья это было киевской руси до монгольского периода новгородская грузовая боевая можно так сказать киевской новгородской ладья такие использовали подобные логи использовали в то время мы на не прошли сначала первая экспедиция была от берегов карелии от берегов фанерского озера через всю волгу до по каспийского моря домах чкалы там мы посвящали путь князь святослава кра вкратце еще у нас шла конница параллельно мы так воссоздали такой мини модель похода князя святослава опять же не весь путь а участок пути князь святослава когда уходил по реке оке потом вошел волгу с войском и спустился по волге до хазарского каганата там разбила хазарское царство и еще ходил на каспий эти такие великие походы дали дальше как многие знают он пошел до византии как рыбаков профессора сказал что походы князя святослава они как бы были на карте европы как сабельный как сабли как сабельный удар так ну ладно может быть я немножко отвлекаюсь так после это был у нас поход кстати такое была попытка создать исторический поход совершить насколько это возможно 21 веке приблизиться к тому времени вот к тому времени киевской руси когда еще ходили в там старались у нас у нас на борту было много исторических реконструкторов олег калеткин был соорганизатора экспедиции такой основной ну и много ребят паша болдырев и ребят много сейчас наверное все каждый что-то вносил свое в проект помогал лариса калеткин тоже супруга олега вот и реконструкторы ребята много тоже помогали нам у нас одежда была точно только историческая шерстяна льняная и щиты там вооружение на борту но опять же я об этом даже написал книгу из варяг в перс он назывался поход был вообще посвящен пути из варяг в перс был есть еще нельзя путать есть есть путь из варяг в греки он он проходил преимущество по днепру а из варяг в перс по волге в каспии вот ну и как как получился вывод мой какой в двух словах опять же за сперли веке создать попытаться жить как жили наши предки в то далекое время киевской руси но это практически невозможно то что все-таки особенно если идешь по реке у нас справа и слева 21 века у нас современная жизнь как мы можем идти ну да мы пытались идти на веснах мы пытались и под парусом но это все равно это профанация это понятно что например попытки там одеть шестиную одежду или там длинную а идем магазин до крупы да и мы едим крупы как раньше старину ну а в магазине бананы ребята покупатели куриц сигаретка которых еще не было в то время табака не было но я немножко отвлекся но попытка такая была об этом должна написана книга и сказал исторически поход совершить максимальный вот такой конец и шла у нас параллельно берегу да это вот я рассказал бы она ближе была ближе было к там к тому времени все-таки шли на конях ребята ну по крайней мере попытались и в каждом крупном городе была такая крупно проведена крупная пресс-конференция во всех городах больших по нашим на нашем пути это и нижний новгород это и волгоград и астрахань и махачкала везде самара людям это надо людям нужно это что мы делаем если в двух словах что мы вообще делаем можно сейчас много говорить об этом но мы пытаемся не забывать нашу историю мы ее создаем как можем да с ошибками да мы ним но мы ее создаем по крупицам где-то собираем и пытаемся ее показать людям на нашу историю когда мы шли по россии на той воде руччи мы показывали жителям россии как вот нашу историю тех былых времен некий такой мосток моста из будущего в прошлое насколько это получается это уже отдельно разговор потом наверно будет оценка дана но по крайней мере мы что-то делаем пытаемся нашу историю не забывать потому что и история наша история на славную историю наш народу мы были вся всякая была нашей истории но все-таки нельзя забывать наше прошлое вот так так мы идем сейчас данный момент мы идем на скаладе в данный момент мы идем вокруг европы вышли мы из петрозаводска сейчас мы находимся в пригороде лиссабона в порту кашкаиш пройдено уже немало более 3000 миль тоже не просто потому что корабль строился без поддержки государства на средства энтузиастов друзей бывших старых членов команды большое количество людей задействовано в этом проекте каждый но какая-то с миру по нитке каждая штука что мог из разных стран ребята между прочим очень хорошо австралийцы помогали это 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 на 1 пипет и кевин и хенри и мартин келл и энди грей который уже царство небесное тогда но умер и много ребят и много людей из австралии который даже может никогда и не пойдут на это ладья но они русские русские эмигранты даже которые болеют тоже из россии они никогда не были в россии это те кто потом те кто из харбина пришли харбинцы в австралию но они они любят россию они многие из них не были в россии но они когда прониклись этой идеи создать ладью идти по миру и демонстрировать жителям планеты нашу историю почему сама все как сам все корабль это уже плавучий музей потому что здесь как вы видите все таки все таки это реплика поморской ладе и внутри у нас размещен музей моделей представлены модели в основном модели музейного качества лодок до петру ладей флота до петровской россии до петровской руси почему говорю флот до до петра был флот был промысловый флот был раболовецкий флот даже был военный флот но он не был таким тяжелым не было тяжелых больших военных кораблей поэтому уделили мы внимание все-таки до петровской эпохи у нас было много интересных скажем так будем называть плавающих средств которые с помощью которых казаки осваивали весь восток до тихого океана на кочах на стругах на лодях ходили на промысловые лодки это были соемы карбасы на белом море кишняки кижанки устанешь перечислять и мы насколько смогли с братом и еще с помощью ученых при создали ряд моделей виде диорам который кстати можно было бы тебе заснять посмотри видимо мини диорам виде моделей потом же не небольшое внимание уделили русскому зодчество преимущественно деревянному зодчество тоже опять же мини моделях масштаб в основном 1 к 50 1 к 70 ну размеры ладьи не позволяют нам много разместить на борту мы по возможности как можно может быть экспонатов 30 у нас есть 40 за это время за год странствия до этих мест мы посетили уже несколько морских музеев где демонстрировали нашу историю нашу культуру и несколько фестивалей фестивали крупных фестивалей в копенгагене этот труденскельт такой боевой фестиваль где крат где корабли мы были тоже качка участниками битвы наш ладья пилигрим была участником битвы во стенды фестиваль сэн мало был фестиваль во франции небольшой в испании вот мы знакомим с нашей культуре история жителей планета нос жители европы сейчас в данный момент но и мы также нам интересно смотреть и проникаться культуры и истории других людей вгли вглядываться это же так здорово это это было и раньше кстати раньше в то время когда ходили 300 лет назад 400 наши лоди ходили из архангельска в англию во францию возили грузы различные оттуда возили грузы из европы было сообщение до петра первого было сообщение такой активный достаточно с европой контакты просто не было таких реформ может быть таких громких больших ну не опустим это все ну это это вопрос такой есть как вообще иностранцы реагируют в основном реакцию вообще как хорошо сказал участник предыдущей экспедиции большого исторического исторического проекта на ладье руси опять же я вернусь к ладье руси потому что это это все переплетено это не может это нельзя разделить из сергей муравьевский он прошел весь путь со мной он хорошо сказал что когда я вижу что всем вокруг хорошо и когда всем хорошо и нам хорошо значит мы правильно делаем что-то когда ну я продолжу корабль реплика исторический деревянный корабль он вызывает большинстве случаев в основном массу положительных эмоций радости интересы такого живого интереса взрослые все машут руками улыбаются подходы подходят хотят поглядеть корабль порой даже устаешь от такого внимания на ладьи ручка доходили до тасмании кстати мы прошли на ладьи ручка около 20 тысяч морских миль может и более по если считать все наши все походы по россии и по значит из россии на юг тасмании потом вокруг европы вот приведу пример в сидне и в брисбене где бы не останались в керсе ну вереница очередь выстраивалась чтобы посмотреть нашу ладью там такое в австралийцы вообще это такие живые люди гостеприимные такие они открыты и готовы и там и помочь и поддержать мы там на два года застряли на тасмане мы пришли на тасманию даже в ревущие сорковые там там можно сказать это было крайне . вот уже зенит нашу походу все дальше там уже мы конечно дальше антартида мы не пошли это этот поход был совершен с 2010 года по по четырнадцатый год мы зимовали на тасмане помогали отцу георгию морозовым помогали наши команды построить храму он замыслил построить небольшой храм и мы помогали всей командой такой небольшой виде из диких камней православный храм построить так ну перегреем чтобы ничего не упустить я опять же сейчас хочу сказать что так как я упоминаю часто тот дальний поход на ладья русич что нельзя не упомянуть ребят было много и много энтузиастов которые прошли более 100 человек на ладья русич если весь путь посчитать всех я сейчас не смогу перечислить но все-таки первым тех на первых надо помянуть это вот кто был ставил у истоков кроме калеткиных это был илья подгорных был мой брат александр илья подгорных вот был был хранителем ладьи как не сергей мраицкий уже упомянул его тоже ставил у истоков простите уж если кого забыл много было людей при всем дай бог здоровья чтобы столько было участие везде в разных странах и посольство наши нет нет в некоторых странах поддерживали ну поэтому всем благодарности сейчас сейчас мы идем тоже люди отзывчивые тоже в некоторых особенно в странах северной европы представляли бесплатную стоянку нельзя не упомянуть дружелюбную гостеприимную германию люди очень доброжелательные это давайте ломать стереотипы это все-таки это одни ну я не считаю португалию скажем испанию здесь люди живые такие веселые национальные но и в северной европе это швеция финляндия дания германия там пони там у нас не было проблем со стоянкой вот такой 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 момент у нас никогда не было проблем со стоянкой потому что в основном нам ее представляет представляли бесплатно большинстве случаев так как видели что ну видит что таких кораблей на самом деле деревянных их мало их мало в европе и там это лучше понимают вот на наш энтузиазм потому что они понимают что такое деревянный корабль что такое его строить что сколько сил требует требует что построить это мечту эту выносить с детства и потом ее осуществить и и поддерживать корабль в нормальном рабочем состоянии массу сил тратит я я уже чуть больше года год как спустили ладью на воду в петрозаводске два года почти строили и вот и все время все время как хранитель ладьи и помогает семья супруга тоже марина и дети святослав ярослав они помогают поддерживать вместе мы с ними у истоков опять же проект стал илья подгорных по некоторым причинам мы потом не смог дальше продолжать плавание и австралийцы ребята тоже друзья мои тоже по некоторым причинам сейчас некоторые не могут принять счастье андрей гризли спасибо ему тоже как он такой человек хорошие него организации ские качества энтузиазм оптимизм он тоже помогает помогает проекту по оси по своим как может опять же не надо упомянуть дмитриева виктор леонидовича это президент поляку морского клуба полярный одиссей он давно уже он может сказать патриарх он один из первых людей все еще советское время начал создавать пытаться создавать исторические копии деревянных кораблей надо ему отдать должное и ему уже более 70 лет а он еще не теряет энтузиазм у нее есть еще разные мечты и до сих пор клуб морской клуб полярный одиссей живет и продолжают на его территории строится корабли также спасибо александру карычева и всем ребятам которые помогали строить ладью им тоже огромное спасибо есть какие-то нарекания но невозможно построить к идеальный корабль даже на заводе строит пластиковые яхты это один человек как-то сказал что он принял пластиковую яхту который с которой казалось бы завода серийную он на ней прошел дальний поход и говорит он насчитал там более ста поломок там прошел совершил плавание там какое-то большое он насчитал более стопом чушь говорить о нашем корабле который зря на корабле который строится все-таки не серийно это привлекается люди арусь строили на варяге марчукова тоже надо дать должное марчуков павел михалыч он тоже стоит это люди дмитриев и марчуков это люди в петрозаводске которые благодаря которым у на у нас традиция деревянного кораблестроения не умирает в россии и живет вот дай бог им здоровья потому что круг в архангельске сломбайская была верфь но не нет ее все вот и строит еще карбаса какие-то деревянные лодки по в деревнях где-то по берегам белого моря онежского где-то есть такие энтузиасты ребята которые тоже создают делают размерами поменьше уже такие деревянные лодки традиционные планы у пилигрима я вообще задумано странстве вокруг света но но я сторонник теории что земля круглых все-таки и поэтому как но я это я конечно шучу мне сейчас видится и когда мы шли вокруг находились где-то там ла-манши то как-то не еще не виделись карибские острова скажем там там америка северная сейчас когда мы пересекли не так давно пересекли с геннадием гоменко бескайский залив тогда тогда я уже 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 увидел там за горизонтом канарские острова уже почувствовал дыхание океана атлантики зыбь тут океанской я увидел не только я уже почувствовал что да вот там где-то видится канарские острова и где-то за ними уже кабу-вердо острова кабу-вердо куда мы дальше фланах пойти с канарских островов потом от кабу-вердо уже на карибские острова а там будет видно либо на север подниматься до аляски и потом идти северным морским путем либо идти в австралию поэтому пока еще точно я не решил опять это все дальше станет ясно когда мы там пойдем по круглой земле и там вот увидим я увижу за горизонтом дальше куда держать путь все я думаю господь управит вообще слава богу за все слава богу господь нас ведет если представь богородица нас покрывает покровом своим и потому что на что мы мы что мы без бога если мы скажем что мы сами что-то можем все с помощью божьей с божьей помощью все делаем с молитвы и люди я всегда прошу бога чтобы все кто приходят на корабль чтобы они вернулись домой целыми невредимыми живыми и расстаться важно друзьями расставаться может быть ред в редкий случай это не получается но но все-таки это очень важно расставаться все кто приходит на ладью оставаться друзьями а иначе тогда и смысла нет делать то что мы делаем ну это в одной из один из важных моментов тоже пути я мне хорошо видно то нормально все в экране все а что потом а то скажешь а то скажем и куда же я я же неправильно снимал руки то здесь и и и ничего не получилось нормально все а то как тебя рука не дрожит да нормально устала не может быть перед перед перерыв какие сложности период этой поездки этого похода у каждого пути свои сложности я как уже упоминал деревянное судно требует внимание на каждой стоянке прежде ребята приехали было много 8 человек на борту помимо меня почти все не имели нормального опыта так вот надо упомянуть романа петрова кстати пусть он тоже несколько слов скажет вот и приходится по ходу объяснять учить подсказать да я и сам честно говоря уже опытом не бы немалые там более 40 тысяч миль за плечами то и более но но я делаю иногда ошибки какие-то я учусь тоже и невозможно делать все идеально поэтому ну что тем более часики фактор мы где-то что-то упускаем и поэтому я стараюсь быть снисходительным особенно к ребятам которые приходят на борт неопытные естественно что надо по три раза надо иметь терпение по 3 по 4 по 5 по 10 раз говорить как узлы вязать там как шартоваться и вот если что-то пошло не так прежде всего это будет моя вина значит правильно всегда всегда с капитана нужно начинать поэтому это ответственность я хочу что сказать что быть капитан это ответственность это ответ за людей за корабль это напряжение это всегда напряжение это нервное напряжение физически это затрата затрата разных психологических психических сил физических ну ничего слава богу же мы пришли ошвартовались пройдено сейчас от вига до лиссабона 250 морских миль это немало для поморской ладьи может для какой-нибудь современной яхты которые там где-то у нас там на экране там где-то там по корме там может быть пройти на какой-нибудь современной яхте это и можно и быстрее но у нас мы же стараемся под парусами идти а это же не быстро бывает не всегда же ветра были такие свежие ползли где-то где-то быстро шли но в целом ребята себя показали хорошо учитывая всегда опять же опыт отсутствие опыта морского я уже говорил с андреем это ночью стоять это это как просыпать первобытное чувство которое мы теряем в современном мире там другая жизнь здесь просыпаться другие чувства друг совсем нужны другие качества в море они они иные они не такие как бытие в городе там в городе тоже напряжение я соглашусь что это тоже джунгли каменные джунгли что там не меньше трудности а может быть и больше что но там вот что-то мужчине нужно все-таки хоть процитирую месснера раз в год может быть я не дословно цитирую раз в год побывать на краю на в экстремальной ситуации побыть чтобы оставаться мужчиной очень важно это и иначе тогда уходит что-то теряется по сами понимаете находясь в условиях города уходят навыки какие-то у нас совсем теряются мышцы трофируются какая-то реакция не то вот которая нужна в море опять же товарищество на борту должно быть это тоже важный качество я всегда смотрю когда приходят ребята на борт я всегда смотрю на качество и главное не на опыт а на умение ладить коммуникацию такую умение быть сдержаться быть терпеливым это вообще качество путешественника очень важной качестве путешествия это терпение нужно терпеть сдержаться вот не конфликтным быть потому что очень непросто находиться в 9 в 9 ром на борту в узком таком пространстве надо сказать отдать тоже должное и катя вот у нас была одна на борту женщина хорошо готовила было коком от было старшим тоже хорошо старалась все были я думаю все довольны все были всегда накормлены так что ребята молодцы поэтому много уже ребят прошло прошло на воде на воде пилигрим но одно один минус есть но неизбежный такое сказал бы приезжает на короткий срок все на короткий срок мало кто можете позволить приехать там скажем на месяц вообще команды очень с натягом можно назвать как парней который пик приезжать на неделю за неделю очень трудно нам вместе стать слаженной команды очень трудно это и не потому что ребята не что-то не могут нет все способны все могут но нужно хотя бы месяц тогда все синхронно тогда не тогда мы начнем с полуслов другу понимать это уже называется команды когда мы притираемся друг другу когда мы друг друга знаем это команды а так вот ну да ну все но назовем называем это команды но но очень непросто когда но современному человеку трудно вырваться из все те же у всех обе откид обязанности там на земле нужно же там работать семью кормить как и нос сами понимаешь да тапки только невидимая желтая не хорошо меня зовут петров роман на корабле случайно в санкт-петербурге мы познакомились с капитаном сергеем и после этого вот оказался на корабле что интересного можно сказать что первый проход сделали от санкт-петербурга через хельсинки в таллинн и я уехал уже в россию по своим делам и после уже я второй раз приезжал в копенгаген и с алексеем церковником сергеем мы прошли балтийское море из копенгагена в германию ну балтийское море было суровое осеннее балтийское море в конце октября начале ноября мы проходили и было сложно поштормил немного было чуть-чуть в море в отличие от океана она была вот в океане волны большие пологие длинные морской болезни нет ни у кого из команды как выяснилось в целом в целом очень интересный проект исторический целом я считаю что очень это есть интересный исторический проект достойный внимания уважение что капитан такой клуб организовал путешествия отправился кругосветное плавание чтобы все в мире увидели что какой был поморский русский флот еще до времен петра первого ну все заканчиваю так представьтесь пожалуйста так меня зовут андрей гаврилов я участник проекта перелим первый помощник капитана значит очень интересный проект что хочу сказать значит капитана создал этот проект сергей силенник значит это второй проект его кругосветный по хождению по морю первым ручить значит вторая история я здесь точно присоединился значит и наш корабль на шладея поморская реплика там 17-18 века идет вокруг света команда к ней присоединяется отсоединяется капитан идет дальше значит очень интересно все это происходит значит лучше чем купить себе пластмассовую большую яхту поставить на пироговке лужи и катать девчонок вокруг значит гораздо гораздо интересней да поехали значит гораздо интереснее чем вы купить себе лодку поставить ее в одном месте на москва реки здоровую там и гадаться как вы катались вокруг света на этой ладе все очень интересно все такое аутично паруса значит ставим каждый каждый член команды член команды все делает и стоит на вахте и рулевой и паруса поднимает и швартуется узнает всякие морские дела и фактически становится моряком у нас на корабле здесь вот такая вот история пилигрим пока на проекте как и корабле дальше человека проекте проекты грима он создано как бы сидельником капитана значит и это корабль построен значит изначально и дальше здесь приходят люди участвуют какой-то свой вклад вносит как клуб получился пилигрим вот и кто там покупает навигацию там кто-то на парусах паруса покупает кто участвует то чем участвует по силу по возможностям и дальше член клуба может пройти какой-то этап а может несколько там пройти вот вокруг света значит на этом корабле может ответить там пройти если хватит духа ну сейчас значит мы стоим лиссабоне мы пришли отдавались отличная проходка была у нас отличная погода значит ветер был хороший попутный дальше перелим пойдет на канарские острова будет проход такой через атлантический океан на шесть-семь дней леток там планирует прорыв дальше мы присоединимся по островам по острова по канарским по походим дальше будет проходку до гибралтар до карибских островов до карибских остров ну и там уже дальше тоже там америке и дальше там уже будет видно куда повернется но в любом случае для вопросов да 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 давай так вот аппараты перегрыл сказал что это как клуб до который идет вокруг света несет свою историю когда поморское ладье это реплика 17-18 века поморы значит создали ее ходили по северным морям интересный корабль это до флотилия до петровска скажем так еще наши русские моряки кораблестроители строили поэтому решили создать именно не привезенную за границей какую-то историю а вот нашу русскую ладью или ладью так так правильно наверно вот это значит ладье мы путешествие вокруг света здесь у нас какая история с каждый адекватный человек вменяемый может присоединиться к нам поучаствовать каким-то своим взносом или каким-то делом прибором и пройти с нами какой-то этап или там несколько этапов вот в принципе если человек отдохватно не хватает духа то можно пообщаться с капитаном рассмотреть кандидатуру желаю удачи конечно хорошего завершения чтобы ничего не случилось поменьше таких сложных ситуаций поменьше штормов побольше попутал ветров удачи сергею могу жать удачи в этом проекте во всех остальных проектах которые очень интересны тоже происходит жизни андрей курилев как попали на корабль знакомый товарищ андрей гризли рассказал про такой проект как клуб пилигрим это очень заинтересовало я решил поучаствовать мне показалось что будет для меня интересно андрей вот часть маршрута прошел как ощущение ощущение непередаваемое я не ожидал что будет такое внутри меня впечатление такая реакция на подобные вещи понимал что будет интересно но не знал что это будет настолько интересно настолько захватывающе экстремально и много-много разных пикетитов можно использовать они все равно не выразит всего что произошло за это казалось бы не сильно большой переход какие были ситуации эти сложные сложные ситуации были когда достаточно серьезную ветреную погоду нужно было выполнять быстро приказы капитана но в некоторых терминах я не сильно разбираюсь так как первый раз попал на лодку ну был такой мини стресс но в хорошем смысле этого строя слова не не разрушающий стресс стресс именно такой бодрящий мужской стресс который кажется нужен каждому и возможно его не хватает людям они могут сами этого не понимать что им не хватает вот именно такого единения с природой с океаном понимание что щепка которая болтается на этих огромных волнах как-то так что может что может пожелать проекту пилигрим могу пожелать удачи попутного ветра и по-прежнему бороздить моря и океаны это будет скажем так вдыхать жизнь во многих людей которые может быть закостенели как-то в своих жизнях своих там ежедневных заботах и которые без этого проекта могли бы не понять как еще может разнообразиться их жизнь